Как оказалось, тема классических сетевых игр, в которые можно поиграть с другом, очень и очень популярна, о чем свидетельствуют множественные сообщения, приходящие ко мне с вопросами, во что поиграть. Что ж, по заявкам трудящихся мы подобрали десятку игр для совместного времяпровождения. Усаживайтесь поудобнее. Качественный сетевой шутер от третьего лица Автопалс надолго займет тебя и твоего скучающего друга. Игрушка может похвастаться несколькими режимами игры, качественной графикой, кастомизацией экипировки и вооружения, а также динамичным игровым процессом. Остальные подробности ты сможешь узнать в нашем полном обзоре, который уже давно висит на канале. Пропустил? Видимо не подписан на наш канал. Исправляйся! Это самый лучший в мире симулятор настольного тенниса. Даже если вы не являетесь поклонниками этого вида спорта, да что там, даже если вы никогда не играли в настольный теннис, то вам обязательно стоит попробовать Table Tennis Touch. Над его созданием трудился талантливый программист и чемпион по настольному теннису, так что в реалистичности ему хоть отбавляют. Кроме чемпионатов и кучи мегаклассных меню игр, есть как онлайн, так и локальный мультиплеер. Именитый аркадный гоночный платформер в обязательном порядке должен был войти в список игр, в которые можно резаться с друзьями до умопомрачения. Геймлофтовцы постоянно дополняют игрушку свежим контентом, придумывают новые чемпионаты, но самое главное заключается в том, что этот проект бесплатный и кроссплатформенный. В App Store игрушка даже помечена как «Самое необходимое». Как я без этого раньше жил, не понимаю. Car Rage – это суровые гонки на выживание с видом сверху. Все происходящее на экране с этим постапокаликсисом, напичканными пушками авто и постоянным драйвом напоминают великолепную кинокартину «Безумный Макс». Сама идея игрушки не нова, но качество проекта действительно на высоте. Плюс ко всему можно здорово поджарить друга, ну или поймать задом ракету. Вейнглори – это шикарная моба-игра, являющаяся лучшим заменителем любимой всеми доты на iOS и Android. Пока ребята из Blizzard щелкнут одним местом, Вейнглори крепко сидит в топе и гордо носит звание в выборе редакции App Store. Кстати, над созданием игрушки как раз таки и трудились бывшие сотрудники из Blizzard Entertainment и Riot. Приготовьтесь к оптимальным 20-минутным матчам для тебя и твоего друга. Любителям покорять небо однозначно понравится как одиночная кампания, так и многорежимный мультиплеер игровой серии Sky Gamblers, насчитывающий аж 4 игры разных эпох авиастроения. Тут вам и достойная графика, и удобное управление, что очень важно для перемещения во всех плоскостях, и относительно реалистичная модель поведения самолетов. Главное, пушку не перегревайте, и все будет доброе. Про эту игрушку можно рассказывать бесконечно. World of Tanks Blitz это настоящий мужской бескомпромиссный танковый симулятор, забирающий у школьников в свободное время, у работы сотрудников, а у женщин любимых мужей. Регулярные обновления вносят качественные изменения в игровой процесс, а друзья постоянно зовут во взвод. По машинам! Именно с вормсов от Тим 17 началась моя игровая жизнь, а Армагеддон и по сей день считаются лучшей частью за всю историю воинствующих червячков. Собери свою банду, высадись на остров и сотри в паршот своего оппонента. А если понадобится, преврати всю локацию в кучку пепла. Да-да, эти червячки они такие. А еще этот обворожительный юмор. Жажду теперь только на английском. Вот раньше делали игры что надо. В этот старейший файтинг рубились все геймеры с десяток лет назад. Единственным достойным конкурентом был Mortal Kombat, последняя часть которого для iOS и Android почему-то была лишена мультиплеера. В Street Fighter 4 Volt вас ждут любимые персонажи, огромное количество фирменных приемов и полноценный мультиплеер, в который можно поиграть как через интернет, так и через локальный блютуз, что для современных игр действительно редкость. Hearthstone это лучшая настольно-карточная игра 2015 года. И никак иначе, ведь над ней трудилась сама Blizzard Entertainment, которая вероятно имеет какую-то связь с потусторонними силами. Запустив игрушку, готовьтесь к провалам во времени, а в рукаве лучше держать что-нибудь помощнее, иначе испепелят вашего героя на раз-два. На этом наш список заканчивается, но в комментариях можно и нужно оставлять свои любимые сетевые игры, в которые вы режетесь со своей бандой. А с вами был Вадим Ищенко, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки, не забывайте про нашу новую, действительно толковую новостную группу ВКонтакте, а также не стесняйте высказывать свои пожелания по развитию канала и появлению нового контента. Я выслушаю всех, не переключайтесь.